Здравствуйте, дорогие телезрители! В сегодняшнем фильме я хочу пройтись немножко по поводу моих любимых пневмогуру, или так еще их называют эксперты. Это люди, которые все знают, все видят, и обо всем имеют свое представление. Ничего плохого в этом нет, если это основано на каких-то действительно фактах, цифрах. Но, как правило, эксперты оперируют больше эмоциями, чем цифрами. И для того, чтобы у них было легче поддерживать свое реноме эксперта, я им готов дать несколько цифр. Хотя я их давал раньше, но сейчас я им дам наглядно. Вот прям как для дебилов в коррекционных классах средней школы. Не знаю, такие, правда, есть классы или нет, но слышал, что есть. Значит, что мы сейчас сделаем? Первое. Я сейчас разберу винтовку, и мы замерим внутренний объем. Для того, чтобы говорить о расходе воздуха, мы должны знать несколько факторов. Это объем резервуара, начальная скорость снаряда, масса снаряда. И тогда мы можем знать и количество выстрелов, там прочее, разное. Тогда мы будем знать расход воздуха. Но ключевым является объем резервуара. Значит, леший, который уже стал знаменитостью. Стравлю нам воздух. Меня так эксперты радуют. Я прям не могу мимо пройти. Особенно, когда они начинают верещать. А-а-а! Все пропало! Мы все знаем! Нельзя же людей оставлять вот так вот, без информации, чтобы они голословно что-то утверждали. Нужно, чтобы они имели... Так, я, наверное, сниму приклад, потому что он мне, наверное, будет мешать. Заодно посмотрим, как он снимается. Опа! Откручиваем резервуара! Нравится мне такой грассирующий праном. Есть! Откручиваем заднюю пробку. Все очень легко. Настолько просто, что даже прям неинтересно. Значит, у нас есть специально обученная линейка. К сожалению, не могу вам гарантировать, что она соответствует эталонному метру в палате меры весов в Париже. Но поверьте мне, просто на слово. Вот, это сантиметры. Значит, что мы делаем? Раз, ставим так, как он стоит. Прижимаем. Ставим пробку и измеряем расстояние. И оно у нас равно 119... Там у тебя нормально стоит. 119 миллиметров. 120. Значит, для тех, кто прогуливал уроки математики в школе, я напоминаю, что площадь круга равна πr квадрат. Наш r, раз у нас d равен 24, то r, соответственно, равен 1,2. Достаем специально обученный волшебный калькулятор и умножаем 1 и 2 на 1,2 это r в квадрат на π. Получаем, что у нас площадь 4,52. Записываем. 4,52. А длина у нас умножаем на 12. Получаем 54,25. 54,25 кубических сантиметров. Но! Есть еще одна фишечка. Вот это вот без мата не знаю, как сказать, но вы поняли. пиндюлина. Значит, это пиндюлина у нас 26 миллиметров на 13. Но в связи с тем, что у нас здесь небольшая выборочка, будем считать ее как 26 на 12. Считаем. 0,6 умножаем на 0,6 умножаем на 3,14 и умножаем на 2,6 соответственно 2,9 кубика отнимаем отсюда 2,9 кубика и получаем 50 кубиков не буду считать в уме лень то есть у нас объем резервуара 50 кубических сантиметров. Примем это как данность. Факт. Сейчас я все соберу и мы пойдем дальше на следующее наше кино. А, не, подожди, не выключай. Я же соберу. Что же, туплю-то. Главное правильно выбрать конец, куда вставлять пробку. Потому что если пробку ставить не в тот конец может случиться авария. И тогда все эксперты так будут рады. Так рады. Авария, авария. Мы не дадим такой возможности в силу нашего человеколюбия. Поставим тогда опять прикладик назад. Выровняем его и потеряем ключик. А, нет, не потеряем. вот так вот. И сейчас мы переходим к новой серии нашего фильма. Спасибо. Идем дальше. Значит, мы выяснили, каков у нас объем резервуара. Теперь нам надо посмотреть, сколько выстрелов мы снимем с этого объема резервуара с определенного давления на определенной скорости определенным боеприпасом с определенной скоростью. Значит, у нас есть баллон и в нем есть какое-то количество воздуха. Вот у меня такая приблуда сделана специально для измерения количества воздуха в баллоне. Вот мы ее сейчас откроем и вот она 245 245 Спускаем приблуду выкручиваем и закручиваем заправочную станцию Эдгановскую. Кстати, я видел на Иве на стенде Глетчера Эдгановская заправочная станция со спиленным логотипом. Вот суки, а! Стыдливо спилили логотип, а станция же вот прям наша. Я подошел к ним и говорю мужики, что за нахрен? А мужик такой не-не-не, меня поставили, я ничего не знаю, все-все-все-все. Странные. Не, чтобы свое сделать. Все, воруют, воруют. Как бы логотип поставили, мне не жалко. Итак, заправляем до упора. Открываем. Заправляем, 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 воздух набивается, набивается. Ух, заправился. Закрываем. Открываем. Закрываем. Вытаскиваем. Так, значит, что у нас тут есть? У нас есть шестерочка, хронограф. Так что, поехали. На, ну, потом, чтобы не сказали, что я, дик, четверку поставил, да? Видите, шестерка. Я ж знаю, эксперты, они такие, они же никому не верят, даже себе. Поехали. 2-2-4. Вообще, очень интересный вопрос неверия. То есть, я, например, людям по умолчанию верю, пока люди меня не обманут. Потому что, я считаю, что обманывать нехорошо, сам не обманываю, поэтому людям верю. А вот те, кто кричат, аааа, он обманщик, он обязательно обманет, вот с этими надо быть очень аккуратно. Потому что, эти люди сами готовы обмануть. И именно по этой причине они во всех остальных заранее видят обманщиков. Потому что, у них такова философия их жизненная. Поэтому, аккуратнее с такими будьте, которые кричат везде, что все обманывают, никому верить нельзя, даже мне. У меня все время анекдот вспоминается по этому поводу. Да? Про доверие. Знаешь, мужик джинсы стирает, он не такой и так бурчит себе под нос. Никому верить нельзя. А ведь только пернуть хотел. вот так вот. Сколько я с нее настрелял уже? Не поверите, задолбался. Потому что мы все стреляем, перебираем, ищем оптимальные варианты. Это что, думаете, вот просто взяли, сделали и успокоились? не большая научно-исследовательская работа проведена. Для того, чтобы любимый клиент был доволен. Я люблю, когда клиенты довольны. Они такие письма трогательные пишут. Благодарят. Мне так приятно. Но большинство почему-то, гады, не пишут. потому что по статистике пишут только те, кто недовольны. А те, кто довольны, ничего не пишут. И вот и получается такое мнение, читая тех, кто пишет недовольство, что все плохо. А никто же не знает, сколько реально винтовок сделано, сколько ушло, и сколько довольных клиентов. Поэтому не сдерживайте в себе хорошие порывы. пишите благодарность. Доброе слово, оно и кошке приятно. Ну, прямоток уже видно. Значит, 13 выстрелов у нас получилось. С 245 бар на 50 кубовом резервуаре. У нас среднее там было 225, 224. Мы сейчас посчитаем. Сколько у нас джиулей. Значит, 225. 4163 джоуля. Пойдемте к специально обученной программе. Значит, так. Забиваем. 200, 240, черт. 245, начальная. У нас редуктор 130, 130, кубик 50, 41, 63. Сколько было? 14 или 13? 13. Итого у нас расход получился 9,3 кубика на джоуль. Видно ли будет? Я не знаю. Видно? Так экран моргает, наверное. Да нет, наверное, видно. Ну, в общем, если не видно, говорю. Начальная 245, конечная 130, объем 50, энергия 41, 63, количество выстрелов 13. 13 было? Или 14? 13. 13, да? 14 ты уже сказал. Ну вот, 9,3 кубика. Не самый лучший результат, я так скажу, средний для винтовых. Но надо учитывать длину ствола. Она маленькая. Вроде все. А, да, ты имеешь в виду, что мы тут эксперименты работали? Да, да. Ну да, вот смотрите, меня вот напомнили. Видите, вот 4,5, это диаметр перепуска. То есть, мы меняем перепуски, мы меняем клапана, мы меняем редуктора, мы всячески изгаляемся для того, чтобы выбрать наилучший вариант. Куча деталей, которые потом просто будут выкинуты. Но все для того, чтобы получить оптимальные характеристики. И мы по-прежнему продолжаем работу в этом направлении, несмотря на то, что в принципе винтовка уже запущена в серию, потому что мы запускаем в серию основные детали, которые не влияют на расход от воздуха на стрельбу и на прочее разное. А вот эти все клапаны, клапанную группу, редукторы и прочее мы оставляем максимально далеко и продолжаем экспериментировать, экспериментировать, экспериментировать. Так что, надеюсь, в серии у нас получится все-таки чуть-чуть получше. спасибо. Пока.